приветствую друзья мои с вами Садридин я вот закончил акварельную живопись гонки на горной дороге для внука я сделал эту картину уже вложил в рамку теперь я собираюсь заняться масляной живописью на большом холсте здесь у меня холст размер 30 на 46 это большой довольно размер холст у меня здесь лен натянутый на металлический подрамник о котором я делал видео можете посмотреть это видео здесь будет или здесь будет но посмотрите это видео как я решил провести эксперимент для дальнейшего использования учитывая два аспекта что он может быть разбираться складываемый подрамник который можно его сложить в нужное время когда картина подсохнет можно и снять картину и свернуть в трубку и отправлять новому хозяину в тубах можно в таком виде в тубах перевозить на другие расстояния для участия на выставках об этом я в том видео все рассказал сегодня я буду писать я его натягивал влажным ну думаю удовлетворяет писать можно здесь вот мастегин он нормально амортизирует кисть у меня вот шетина жесткая жесткая шетина тоже очень нормально даже так что я не стал его перенатягивать думал перенатяну если будет слабо но когда подсохло все нормально нормально я обклеил по периметру скотчу об этом я говорил в прошлом видео зачем я это сделал именно вот на эту толщину здесь плоская такая холст прилегает ровно прилегает не как на деревянных подрамниках где здесь кромка выступает и здесь значит амортизирует амортизирует если этой амортизации не будет то вот на этой по краям образуется такая линия которая будет неприятно смотреться поэтому я обклеил скотчю и надеюсь что это будет очень красивой рамкой после завершения работы я сниму скотч и будет такая белая каймовка вот я все подготовил теперь собираюсь списать что я еще хочу сказать если вы будете следовать моему примеру то когда обклеите скотчу нежелательно слишком слишком много разбавлять краску растворителем чтобы она текла она не должна течь если она будет течь то она будет может затекать за значит скотч и здесь белая чисто белая рамка не получится она запачкает ее может затекать и по краям может затекать вниз поэтому надо сделать имприматуру осторожно кромки значит закрасить осторожно чтобы она не затекала под скотч вот это надо на это обратить внимание я это знаю по моим прежним опытом краска слишком разбавленная разновителем когда она течет она может затечь вот это имейте ввиду поэтому не делайте слишком много разновителя ну что ж теперь я приступаю к масляной живописи между прочим писать акварельную живопись чередовать с масляной живопись опять потом чередовать с акварельной живопись это очень увлекательно увлекательно как говорится не напрягает не надоедает одна и та же такая работа одной одной техникой одним видом живописи заниматься это кажется очень интересно и навыки человек разрабатывает свои лучше в этом случае мне это понравилось я пишу акварельную живопись пишу масляную живопись чередуя и тогда мне как то вот такого ступора не наступает это очень хорошо мне нравится итак я приступаю к работе а вы оставайтесь со мной если хотите вам будет очень интересно это видеть и как говорится будем обмениваться своими навыками своим опытом и так далее композицию составлю прямо по ходу дела сначала конечно я сделаю имприматуру имприматура будет у меня ультрамарином возможно немного добавлю еще сделаю потемнее ну в общем ночной пейзаж поэтому буду потом значит варьировать по ходу дела ну первый имприматура будет у меня сделан ультрамарином вот хорошо что мольберт на колесах его двигаешь катаешь как хочешь для своего удобства можно в любом положении его значит передвинуть на любое положение чтобы можно было как говорится удобно работать у меня сейчас свет с окна будет поэтому буду пользоваться естественным светом и так сейчас светло хорошо но тем более в ночное время я переворачиваю на сторону источника света сейчас с окна идет солнечный свет поэтому мне так удобнее у меня и палитра с красками тоже на колесиках все двигается в общем я у себя в студии создал все удобства и работаю как мне больше подходит так надеюсь это хорошо видно буду смешивать краски когда чтобы вам было все хорошо видно вот вполне удобно камеру я сейчас тоже переставлю чтобы сюда хорошо смотрела вот мы это будем делать с вами вместе так меня может не будет видно но главное чтобы работа моя хорошо видна была но у меня штатив такой удобный поворачивается это тоже я сам собрал вот видите весь зал можно смотреть я буду поворачивать его немного вот так хорошо но но есть но там угол у меня за компьютером иногда играют внуки и чтобы это не отвлекало вас сейчас я сейчас еще так разверну чтобы вам не было его нет так вот примерно вот так еще может быть повернем вот пожалуйста теперь можно работать вполне я сижу как говорится и за компьютером и мольберт у меня здесь передо мной смешивать краски вам плохо видно сейчас вот так 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 вам чуть-чуть наклонить камеру это так 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 как Ну как, все нормально? Я говорил, работаем осторожно, чтобы краска сильно не текла. Сначала придется покрасить периметр осторожненько, еще раз проверим, чтобы скотч хорошо прилегал. Здесь это очень важно, чтобы краска не затекла под скотч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok